Всем привет! За моей спиной находится национальный олимпийский стадион «Динамо», где сегодня состоится финальная домашняя игра Минского «Динамо» в сезоне 2022. Погода сегодня, к сожалению, не очень, но мы постарались сделать все для того, чтобы на нашей фан-зоне сегодня вам было тепло, комфортно и очень весело. Пойдем посмотрим. У вас здесь сегодня как-то громко. Расскажите, что происходит. О, ребят, сегодня «Винлайн» предлагает вам принять счастье в розыгрыше и получить подарки от «Винлайн» и «Динамо Минс». Все очень просто. Смотрите, вот этот мяч с автографами футболистов клуба. Там майка с автографами футболистов клуба в 95-летнюю клуба. И пледы «Винлайн» теплые, мягкие, в которых сам Денис Зорохов принимал участие на «Винлайн» медиалиге. Вот это все можно выиграть. И самый крутой апгрейд билетов до ВИП-ложи. Если вы пришли с обычными билетами, можете попасть в ВИП. Вот так. Ну и кофе-чай бесплатно, пока сходите. Забыл про девчонок. Это самые главные действующие лица. Они все знают лучше меня и лучше всех здесь. Нам сказали, что вы знаете все сегодня здесь. С кем сегодня играет Минская «Динамо»? «Динамо Минск» сегодня играет. Итак, друзья, сегодня всех болельщиков входит. «Динамо Минск» мы приглашаем. Вообще без шапки. Так, так лучше? Мне идет? Что это был за взгляд сейчас? Он завидует. Вперед. Пускай показывают, доказывают, что они могут. Конец сезона – это ваше будущее. Что вы, как сейчас себя покажете, так вы и в следующем году будете. В следующем сезоне играть. Поэтому дело чести. Доказывайте, ребята, доказывайте. Здравствуйте. Мы рассказываем, что у нас здесь новый тренер, перспективно отсматривает новых ребят в новую команду. Ну, как-то нужно обновлять состав. На чье место готовите замену в первую очередь? Ну, я думаю, что в первую очередь ребят, которые подают мячей, они очень сильно влияют на игру. Потому что они, когда передают мячей, это настоящий заряд позитива нашим футболистам, невзирая на такую немного сопливую погоду. Но это не страшно. А вот после этого эти ребята смогут заменить даже наших самых ведущих и опытных футболистов. Поэтому, ребята, играйте лучше, чтобы к вам не пришла замена на следующую игру. Так, скажи, пожалуйста, отлично у тебя получалось, просто супер. На замену кого пойдешь у нас в составе? Не знаю. Ну, а если подумать? Ну, десятого номера. Десятого пора менять, правильно? Хотелось бы, чтобы ребята настроились на игру, всегда были на позитиве, чтобы были готовы к любым матчам, и чтобы всегда у них было прекрасное настроение. А у вас какая-то кричалка есть заготовленная? Белый, синий, самый сильный. Ух ты, сколько у вас здесь автографов, да. Я только сейчас заметила. А расскажите нам, кто здесь есть? Так, здесь есть Иван Пахар, Артем Челединский. Нужно ли спрашивать, кто победит? Ну, конечно, не нужно. Вас потихонечку начинают окружать динамовские болельщики. Вот те вот вообще опасные, мне кажется, двое ребят, они, как бы, могут, на самом деле, шуму наделать. Они, можно сказать, с детства за динамовы болеют. Они точно, да, не боитесь. Всю жизнь, всю жизнь. Не боитесь таких девственных ребят? Нет, мы не боимся. Чего нам бояться? Мы же не агрессивные. Есть какие-то рекомендации, возможно, кому-то личные? Кому-то личные. Сыграть через немогу, через колено, как говорят по-народному. Это будет так. А советы уже дали тренера, только через колено, только через немогу, и тогда все получится. Вы так поближе сели, я так понимаю, хотите, чтобы вас услышали, да? Я болельщик со стажем почти 50 лет за Гродно, поэтому самая моя любимая команда. И Химик был, и Неман Гродно. Привет, ну рассказывай, как здоровье? Ну, нормально, потихоньку восстанавливаюсь, магниты делаю. Чинить. Пока уже особо не болит, поэтому нормально все. Ну, ты знаешь, выглядишь как из фильма «Упал, очнулся гипс». Я не знаю, типа, не смотрел. Не знаешь. Слушай, ну вот как-то так не повезло. А вообще вы спортсмены, футболисты, я вот за вами наблюдала, люди такие суеверные. Часто у вас есть определенные ритуалы, когда вы ходите на поле, наверняка во что-то верите. Ты не думаешь, что тебя кто-то сглазил? Особо я не думал, на самом деле, про это. Не знаю, честно, просто в течение обстоятельств немножко, это не повезло просто. От одного игрока не зависит выигранный матч, зависит от всей команды. В частности, хотелось бы пожелать нашему голкиперу отстоять на ноль, ну а нападению, конечно же, забить пару-тройку мячей. У вас есть любимчик в команде нашей? Ну, на данный момент, наверное, уже нет. Яна Тадамовича. Вот это был хороший игрок в нашей команде. От кого сегодня ждете, что он забьет? От Ванька, конечно. А, ну понятно. От Ванька ждем. Но, ну, Канц еще может помочь, конечно же. Ну, кислый, если кислый стандарт будет. Кислый стандарт, конечно, да. Там штрафной какой-то. Ну, молодежь, от молодежи все ждем. Кислый молодежь, от молодежи ждем. Нет, да. Да, и кислый. А что он не молодой, молодой пацан? Да. Крячо, давай! Паса дай, молодежь. Быстрее, нечего. Ну что, Динамо или Трактор? Ну, честно говоря. Динамо Юни. Если честно, то Динамо Юни сделали бы там натуральное поле. Ну, вот вы же сами видите, сколько людей приходит. Так зато на Динамо Юни мы в кучке все были. И теплее было бы, да, если бы все в кучке сидели? Атмосфера на Тракторе немножко поживее, как-то блин, ближе к полю. Ну, про Динамо Юни говорим, Женя. Не, а я про Трактор. Ну, нет, так на Динамо Юни то же самое получается, что ближе все-таки к полю, ближе к игрокам, ближе к эмоциям. Так, мне кажется, сейчас нужно покричать, вот как-то нужно, давайте покричим. Ну, давай, Динамо Юни! Как раз Ванька была на острие. Да, да, да. Мне кажется, вы просто плакат не развернули. Сейчас нужно как-то эту ситуацию исправлять. Сейчас примотаем, развернете. За кого ты болеешь? За Динамо Юни! А победит сегодня кто? Динамо Юни! Красавица! Вот такие люди нам нужны здесь на арене, уверен, ты и без микрофона громко поддерживаешь нашу команду. Вам ведущий вручил одну майку, правильно я поняла? Да, да. А что вы такое делали, что он вас отметил? Танцевали. Танцевали, болели. Да. Печали как-то. А вы подружки, правильно? Да. А вы вещами меняетесь друг с другом? Нет. Вот, я тоже не люблю с подружками вещами меняться, поэтому как вы будете делить одну футболку, расскажите. Я ей отдам. Она у тебя пока, да? Нет, она у нее и будет на нее. Вы знаешь, мы просто решили, что как-то нужно спасать ситуацию, потому что раз вы не делитесь, я вас понимаю в этом вопросе. Вторая футболка. Доходите все время вдвоем. Ой, боже мой, какие поцелуи. Девчонки, на следующем матче, ну понятно, что уже в новом сезоне, ждем вас в этих футболках. Красивенько. Все, и точно так же танцевать, договорились? Да, мы еще на выезд. А, все, тогда все. Здесь я собирал росписи Динамо Минска, собрал почти все команды, и вот на этом матче хочу добить всех. Кого тебе не хватает? Мне не хватает нескольких защитников и запасных вратарей. Ну, с запасной вратарей понятно, ты, кстати, тебе подскажу, лови на трибуны, а кого из конкретных защитников не хватает? Может, мы тебе поможем в дальнейшем, давай посмотрим. Кто самый необщительный, кто до этого не успел подойти и не расписался? Мне вот 26-й вот никогда не подходит. Он вот очень часто уходит, 13-й тоже из защиты. И полузащиты 79-й, вот довольно редко подходит. Мне не повезло их еще собрать. Мы их обязательно отчитаем, во-первых, что они не подходят и не расписываются. Но три человека, мне кажется, сегодня это вообще не проблема. Поэтому, ну, у вас три парня, ловите каждый по одному и они распишутся. Потом проверим. Динамо Минск. Как вы чувствуете? Я очень счастлив. Конечно, это был важный игрок для нас, чтобы получить эти три пункта, чтобы остаться на уровне Лиги. Мы выходим из сложной ситуации. Сегодня мы победим. Это не важно. Как команда тебя поддерживает? Кто был первым, чтобы приехать? Я не видел. Я был концентрирован, чтобы победить победу, потому что это было важно. И это было, конечно. Я думаю, что все было счастлив. Спасибо!